Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Честно говоря, я несколько сомневался относительно того, стоит ли мне его читать. Потому что, с одной стороны, всё об одном, основная проблема ясна. С другой стороны, основной конфликт ясен, который присутствует у вас, это не касается, как ни странно, проблематики, которую вы описываете. Вот, с одной стороны, с другой стороны, текст, несмотря на то, что он объёмный, достаточно, он в то же время несколько показательный, несколько такой эмоциональный достаточно. Вот. И, наверное, в целом, я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы его прочитать. Да? Вот. Хотя, осталось, здесь всё, в принципе, про одно и то же. Итак, скажите, пожалуйста, если парень разозлился во время ссоры и на эмоциях попрощался, да, то может ли такое быть, что когда эмоции остынут, он захочет помириться? Такое уже было пару раз, мы ругались, я начинал эстерить по смс, не люблю такие моменты и сейчас работаю над ними, я могла остановить конфликт, сохранить отношения, но не остановилась. Продолжал описать эстеричную фигню в смс, парень психанул, начал слать голосовые и просто был очень эмоционален. Он присылал голосовое за голосовым, видимо, хотел высказаться, сказал, что его бесит, что я эстерию, даже не объясняю, почему всё случилось, потом начинаю ему писать, писать сообщение, это его просто бесит, он очень взял. Я просил прощение, но он уже был на колено, естественно, сказал, что всё, он не прощает, я не ребёнок, чтобы меня всё время прощать, чтобы я больше не писала, а ты кинешь в чёрный список. Ну не кинул, сегодня я ему написал, доброе утро, на что мне ответил пока, потом было от меня ещё сообщение, он опять написал, я всё сказал, мы вчера попрощались, я ответил ему и в итоге он написал, «Эх, всё, хватит мне писать, я тебя в чёрный добавлю сейчас». Я больше не пишу и не звоню, он удалил в Инстаграм, а в ВК не удалил и не заблокировал. Раньше мы пару раз ругались, всем одно и даже, он удаляет в Инстаграм, в ВК не удаляет, не блокирует в телефоне, через пару дней я делал ненавязчивый первый шаг, мы собланируем, засмеёмся над ситуацией и мирились, вот хочу понять, сейчас это тоже самое, или всё-таки мне действительно трогать его больше и не хочется общаться. Я не хочу терять всё отношение с ним из-за своих истерок, я работаю над ним и хочу избавиться, но иногда просто накрывают. В детстве у меня была просто травма, это иногда вот так выливается и разрушает меня изнутри. Сейчас я уже не так много истерю, как раньше, не так предложительно, просто иногда дают о себе знать. Я хочу меняться для самой себя, я хочу отношения именно с этим парнем, у нас тёплые, дружеские, искренние отношения. Я сейчас уплакнул его своим поведением и я хочу всё исправить, я долго искала такого мужчину, как он, хорошего семьянина, порядочного, доброго, хорошего человека, он единственный, кому я открылась в интиме и хочу прооткрываться дальше. Мне не обижают интим с ним, мне нравится с ним всё делать, как не вернуть его доверия. Как исправить эту ситуацию? Сейчас думаю, что я зря сегодня написала, надо было пару дней дать остыть эмоции. Я переживаю, что ещё больше оттолкнула его. По поводу истерик, так я потерял уже одни отношения, мужчина ушёл. Это был мой первый мужчина, я сделал много ошибок. Истерики были такие, что я просто лежал на кровати, не могла даже встать, поесть и так далее. У меня бухали глаза от слёз и нос сошла кровь. Это могло длиться один, два, три дня и неделю. Я была несчастна, ведь я не могла работать, просто уходила домой. Мужчине я писал всякие унылые письма, значит, что он меня использует и так далее. И просто километровые тексты достаточно печальные. Это всё пережитое прошлое мне диктовало эти слова. Ты ничтожество, ты не человек. Я усердно работал над этим и продолжаю избавляться от этого. Пожалуйста, помогите мне, мне очень нужна помощь. Итак, самое главное противоречие здесь, в этом тексте, несмотря на довольно явную проблематику, вот, это то, что вы с одной стороны говорите, что вы работаете над этим. Да? То есть, ну, вы работаете над собой, да? Например, вы говорите об этом. Ну, с одной стороны. Ну, с другой стороны, штука вся в том, что если вы работаете над собой, если вы над собой работаете, то история здесь такая, что вы работаете с кем-то. То есть, нельзя в данном случае работать одной. И если вы работаете с кем-то, то мой вопрос, надеюсь, будет довольно понятен. Почему вы просите помощи у нас, если вы занимаетесь психотерапией, а именно это предполагает работу над собой, то почему вы просите помощи у нас? То есть, нельзя, как бы, сразу с несколькими, ну, психотерапевтами работать, вот. Поэтому вам бы обратиться к своему психологу или психотерапевту, вот, с которым, с которым вы, ну, работаете, вот. И, соответственно, с ним обсудить проблемы, вот, которые вас, ну, беспокоят. Тем не менее, по вашему тексту у меня нет такого ощущения, что вы, как бы, работаете над собой. То есть, вы говорите, да, что у вас есть изменения, вы говорите, что у вас есть улучшения, вот, если это так на самом деле. Что великолепно, здорово и прекрасно, я бесконечно рад в данном случае, быть не прав. Но, пока что, по вашему опыту, я, к сожалению, не могу, как-то, вот, сделать вывод о том, что вы над собой работаете, к сожалению. Вот. Потому что, ну, вот, то, что вы описываете, а именно ссоры, то, что вы хотите его обернуть, то, что вы говорите, значит, про не хочу терять и, там, про отношения, вот. Это все скорее свидетельствует о том, что, если вы над собой работаете, вот, то я бы сказал, что в несколько непонятных векторах, вот, который требуется подкорректировать, скорее всего, ну, по крайней мере, по крайней мере, из того, что вы описываете, я могу сделать такой вывод. Дальше. 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 Значит, для человека, который, как вы говорите, значит, этот, является семьянином, и который является, ну, вот, таким хорошим, как вы его описываете. Он, на мой взгляд, ведет себя, мягко говоря, ну, я бы сказал, наверное, ну, не зрел, я бы так это сказал. Да? Вот. То есть, вот, как-то его, вот, поведение, оно, не совсем зрело, в данном случае. Потому что, ну, если человек, условно говоря, в курсе, ну, ваших, например, особенностей, да, если человек, ну, как бы, вот, знает, что с вами, допустим, произошло, то, на мой взгляд, несколько странновато то, что он ведет себя по отношению к вам таким образом. Вот. Ну, для меня, по крайней мере, по крайней мере, это несколько странно выглядит. Вот. Потому что, на мой взгляд, если он вас любит, если он вот такой, как вы его описываете, то его позиция, на мой взгляд, ну, должно быть несколько иного. Вот. Вот. Это, на мой взгляд, ну, должен быть несколько, вот, знаете, эм, такой, эм, человек, эм, как так вам сказать, ну, более зрелый. Да? Вот. Вот. В данном случае, мы можем, эм, к сожалению, говорить о том, что, вот эти, э, его, э, э, психи, о которых вы говорите, вот, это все-таки не совсем, э, э, прозрелость в данном случае, вот, поэтому вы, э, простите, конечно, вот, но тут есть момент. А, дальше, э, следующее, на что хочется обратить ва, э, ваше внимание, да, это на, э, э, скажем так, э, причины ссор ваших, то есть вы говорите, что э, э, схема, как бы, одна и пять, ваше, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вот, но, да, интересует, э, в данном случае, в случае, э, вот, история больше про, про то, э, э, из-за, э, чего вы ссоритесь, вот, меня больше, э, это, э, интересует, что, э, что, э, э, вас, э, мотивирует эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мне кажется, мне кажется, так что это очень важный момент, на который имеет смысл обратить ваше внимание. Следующий важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание, следующий важный момент, включается в том, что у меня есть ощущение, такое чувство, что вам важнее сохранить отношения и быть с человеком, на которого вы можете положиться, чем сам человек. Потому что, ведь, да, вас накрывает, это правда, у вас есть свои проблемы, это правда, но если вам человек важен, да, если вам человек важен, ну именно вот важен человек, то вы как-то вот на нем больше, ну, фиксировались бы, вот. Именно на нем больше фиксировались. Так получается, что вы фиксируетесь на себе и на отношениях с ним, что я с ним смогла раскрыться и я там встретил вас идеального для себя мужчину, вот. То есть хочется обратить ваше внимание на то, наверное, больше, что как будто бы не сам человек вам интересен, то есть как-то вот вы сами себя с ним чувствуете. хорошо, вот, как-то вот вы сами чувствуете себя с ним нормально, вот. И вы не боитесь это потерять, вы не хотите, не хотите это терять. Оно в общем и целом понятно, вот. Никто не говорит, что вы там должны обязательно терять. Но сейчас вы так же, как и тогда, не допускаете вероятности того, что человек от вас может уйти. А это вообще-то основной, вот. Вообще-то говоря, да, это основная история для построения гармоничных отношений. То есть ситуация, которую вы описываете, позволяет нам больше говорить о том, что у вас скорее вот такая зависимость, от человека, нежели чем любовь к нему, к сожалению. Вот, собственно, я бы, наверное, на это бы в первую очередь обратил бы ваше внимание. В первую очередь. Именно на эти моменты об обратил внимание. И, соответственно, концентрироваться вам рекомендовал бы на данных аспектах, а не на том, как его вернуть. Вот. Что, опять же, вот несколько странно для человека, который вроде как над собой работает, да? То есть вы вот и говорите, что и вы работаете на своей церкви. Работа с травмой предполагает личностный рост, предполагает, так скажем, ну, некоторую уверенность в себе, вот. в своих силах, в своих ценностях и так далее, вот. А сейчас этого, значит, как-то вот у вас, ну, сейчас этого у вас нет. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь. Поэтому я бы обратил внимание на вашу самооценку, вот. Я бы обратил внимание на то, насколько интересна ваша жизнь вам в целом, вот. Я бы поработал с вашими чувствами, чтобы вы лучше смогли их выражать, а не только вот… а не только когда случается истерика, грубо говоря, у вас, да, например. Вот. То есть это, мне кажется, очень важными моментами, которые мне бы хотелось ваше внимание заострить на данном этапе, по крайней мере. Да. Работать с вашими страхами, вот. Что будет, условно говоря, если вы расстались, расстались. То есть, да, вот, что вы имеете в виду, да, допустим, когда говорите, ну, что не хотите терять отношения. Вот. Вот. Это все очень-очень важно. Как мне кажется. А вы об этом, вот, такое впечатление, такое впечатление, что вы об этом в данном случае не думаете. А думаете вы, ну, немножко о другом, да, то есть, как бы, думаете вы несколько о других вещах, вот, как мне кажется. И, соответственно, соответственно, это и является основной проблемой, основной проблемой. Ваша, так скажем, направленность на человека, вот, такая, ну, чересчур сильная, чересчур мощная. Мне кажется, что, как ни странно, ваша психика, вот, защищает вас от таких вот, ну, чрезмерных, чрезмерно близких отношений, в которых вы находитесь. Вот. Ну, пытается, условно говоря, вас в данном случае спасти. Ставьте. Вот. Вот. Как-то такой, такой вопрос. В то же время, в то же время, можно говорить еще и о том, что вы очень боитесь быть брошены. В данном случае, в данном случае боитесь со стационарами. Это тоже не может на вас не влиять, как мне кажется. Вот. И, соответственно, вам это, конечно же, мешает и мешает достаточно фин. Вот. Вот. Примерно в таких векторах, я думаю, вам имело бы смысл двигаться. Вот. Следующий момент. Вот. Это объяснивание. Себе и своих чувств, как мне кажется. То есть, что конкретно вы делаете, вы говорите. Пишу, значит, всякую вот, ну, всякую фигню, вот, говорите вы. Ну, разве это фигня, если вы, если вас это волнует, если вас это, ну, беспокоит, если вас это тревожит. Почему вы, в данном случае, называете, это, скажем так, фигня. Вот. Это не фигня. Но это объяснивание вам не самое себе. Вот. Это как бы, видите, как бы отделение себя от той проблематики, скажем так, которая у вас есть. Вот. То есть, это именно, вот, ну, отделение себя, к сожалению. То есть, вы как бы, в данном случае, вот, вы как бы говорите, что, вот, есть я, а есть, ну, например, моя, обычная жизнь, и есть я вот, где, ну, я, а, скажем так, спокойная, да, где я вот, ам, такая вот, ам, которой я, там, не знаю, хочу быть, могу, могу быть, и так далее. А есть я другая, где я истерю. И как будто бы истерика, это вот, в данном случае, ам, является часть, о, не является точнее, частью меня. Вот. Хотя, как мне кажется, и как, по идее, вам нужно понимать, если мы говорим, опять же, про то, что вы проводите, вот, работу над собой, да, вот. Мы говорим о том, что это, ам, это тоже вы, вот. Это точно такое же проявление вас, как и то, что вы могли бы назвать, ам, ну, скажем так, позитивным. Вот это вот, то же, ну, то же самое, по большому счету. Вот. Поэтому, здесь, мне бы хотелось, чтобы вы двигались, куда-то, куда-то, в сторону, соединены в себя, такой вот, как, ну, может быть, себя позитивным или себя приемлемым, да, давайте так это назовем, и себя истеричным. Вот. Как бы, вот с этого, наверное, надо что получится, если вы будете, вот, таким образом расщепляться, а вы расщепляете сейчас, к сожалению. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, вот в таких направлениях можно будет. Что касается ответа на ваш вопрос, вот. Так же это, эм, как, всегда или нет? Я думаю, что, этого не знает никто, даже, ваш парень этого не знает, поэтому тут нужно только время. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.